Это время, мы продолжаем. А сейчас об одной дате из общей истории всех стран бывшего Советского Союза. Ровно 40 лет назад, 19 июля 1980 года, в Москве открылись 22-летние Олимпийские игры. Проходили соревнования не только в столице, но и в Ленинграде, Минске, Таллине и Киеве. Большой праздник не смог испортить даже самый массовый олимпийский бойкот. Десятки атлетов из стран, поддержавших позиции США, все равно приехали на игры, как говорят и теперь, в нейтральном статусе. Главное спортивное событие оставило целую вереницу ярких впечатлений и сегодня большинство вспоминает с ностальгией. Талисман Олимпиады-80, олимпийский мишка для туристов, до сих пор любимый русский сувенир. А песня, прозвучавшая на стадионе Лужники, по-прежнему вызывает щемящее чувство. Со слезой, как у мишки. О том, как это было, Антон Верницкий. Давайте честно, у каждого в семье наверняка осталось что-то с Олимпиадой-80 на память. Что-то с олимпийской символикой. У меня, например, вот этот олимпийский значок и олимпийский же рубль. С той самой узнаваемой эмблемой. К тому же такой я тогда увидел в кино. Его носил герой Вячеслава Невинного из фильма «Гараж». Товарищи! 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 Рязановский гараж вышел на экраны в 80-м, незадолго до Олимпиады. И, конечно же, не мог обойтись хотя бы без маленького ее символа. Ведь подготовкой к играм жила тогда вся страна. Олимпийские ударные стройки, олимпийские мишки, рядами выстроившиеся во всех магазинах СССР. Впервые появившаяся на прилавках жвачка. Естественно, с олимпийской символикой. А еще экзотика. Сервелат в нарезке в красивой упаковке сок. Впервые у нас не в трехлитровых банках, а в маленьких пакетиках. И, конечно же, разнообразие сувениров. И все вот эти подарочные вещи, почему они сохранились новые? Потому что народ настолько плакал. Ой, какая вещь хорошая. И все. И положил в шкафчик бабушку внучеку. И все. Лежало, лежало. И вот они так вот целиком все и сохранились. Раздолье для сегодняшних коллекционеров. А перед Олимпиадой страна заполняла дефицит. И наша программа «Время» тех лет яркое тому подтверждение. Вот такие куртки Московского производственного объединения «Юность». Яркие и удобные хлопчатобумажные майки с Украины и из Эстонии. Олимпиада 80 хоть и называлась московской, но проходила не только в столице СССР, но и в Ленинграде, Таллине, Киеве, Минске. Олимпийский огонь несли из Афин, передавая друг другу через каждый километр 5 тысяч человек. Один из них – Валерий Ефремов по территории нынешней Молдавии. Для нас сегодня он надел даже ту самую майку, в которой был 40 лет назад. Оказалось, почти в пору. Кроссовки их уже неизвестно где, прошло 40 лет, их нет. А вот эти геттеры и трусы носили мои ребята. А я майку просто оставил, чтобы она осталась как историческое интересное событие для семьи. Гонорового грамотянина города Минска Александра Медведева. Трехкратный олимпийский чемпион Александр Медведь, ныне президент Федерации борьбы Белоруссии, зажигал огонь в Минске. Подошел к этому огню, зажег. И вы знаете, а после этого надо что-то делать с этим факелом. А он горит. Тушить-то его невозможно. Там стояло ведро с водой. Я всунул в ведро, выкипела вся вода, пробила дырку и начал бетон плавиться. Вы знаете, я перепугался. Перепугаешься тут. Ведь разрабатывали факел в НПО имени Климова в Ленинграде. Завод делал, да и делает до сих пор авиационные двигатели. Вот и получился неубиваемый вариант. История с факелом на самом деле это история бойкота. Изначально факел должны были делать японцы, но ближе к открытию игр от контракта они отказались, поддержав антисоветские санкции США за наш ввод войск в Афганистан. Американцы и часть Запада планировали сорвать Московскую Олимпиаду бойкотом, но это не удалось. Хотя многим, кому запретили тогда приезжать в СССР, это сломало дальнейшую спортивную жизнь. И же кто приехал к нам сам, выступали под олимпийским флагом. Среди них, например, бегун Себасенкова, тот самый спортивный функционер из Великобритании, что сегодня рьяно выступает против участия наших легкоатлетов во всех международных соревнованиях, обвиняя их поголовно в употреблении допинга. В 80-м у нас он стал олимпийским чемпионом и целовал беговую дорожку в Лужниках. Или Теццо Гамбо, ныне тренер сборной России по дзюдо. 40 лет назад итальянский борец, приехавший в СССР вопреки запрету и завоевавший в Москве золото. Будет земля счастливой и молодой, нужно сделать все, что вовек олимпийский огонь не показ. Солнце стартует в небе, как первый раз. Конечно, теннис Мяги помнит и свою популярность в Советском Союзе, и то, как сплотила нас всех единую тогда страну Олимпиада. У нас настолько была, во-первых, сплоченная команда, мы настолько были дружны всегда. Я никогда в жизни не забуду эту базу родную, свою, озеро круглое, это было классно. Как-то вот хотелось бы, чтобы такая сплоченность была, а вот сейчас... Стелла Захарова, живущая сейчас в Киеве, была 17-летней девчонкой, когда на играх в Москве завоевала свою золотую олимпийскую медаль. Та самая спортивная база озера Круглое существует до сих пор в Подмосковье, и там до сих пор тренируется олимпийская команда. Но для Стеллы это уже другая страна, хотя и она, конечно же, помнит ту, в которой выросла и победила на Олимпиаде. Эмоции были, когда мы заехали в Олимпийскую деревню, да? И я помню сейчас, как мы выходим с корпуса, значит, своего, где мы жили, выходим, а там Лев Лещенко и Винокора. И вот мы выходим, а он, я тебя там в своей ледушке забыл, Винокор подхватил, Лещенко попел. Нет, тогда Лев Лещенко не запел ту самую известную песню Олимпиады 80. Она была еще в секрете и прозвучала лишь на закрытии игр 3 августа 80-го. Улетающий медведь и слеза. Настолько сильный символ Московской Олимпиады, что не повторить его на играх в Сочи в 2014-м было нельзя. Эти эмоции из разных лет, разных поколений, но одинаковые, и они не изменились за эти годы. Мы восхищались церемониями открытия и закрытия Олимпиады в Сочи в 2014-м так же, как и тогда, в 80-м. И Сергеем Беловым с факелом, бегущим к Олимпийской чаше в Лужниках по помосту, который держали практически на руках. И огромными живыми картинами. И приветствую космонавтов с орбиты на черно-белом, а точнее оранжево-черном, сверхсовременном для тех лет табло. Это сейчас выглядит наивным, как и новшество 80-х. Пластиковые стаканчики, в которых разливали, страшно сказать, ярко-оранжевую газировку. И с тем, и с другим мы сейчас боремся как с вредным. А тогда, 19 июля 1980-го года, мы только-только начинали ждать Олимпийских рекордов. А до них оставались считанные часы. Антон Верницкий, Наталья Витовка, Андрей Маслихов, Александр Гусев. Первый канал. Субтитры делал DimaTorzok Афинь.